Спасибо Господи Вас, дорогие братья и сестры! Сегодня я выхожу на Матушкиной странице для того, чтобы рассказать Вам о проведении газа в нашем храме в селе Охотино. Вы знаете, что в том году мы объявили сбор на Матушкиной странице о проведении газа в село Охотино, в храм Вознесения Господня. За это время я Вам сейчас покажу. Мы провели с Вами, собрали деньги на отопление, которое мы провели, установили батареи в храме зимнем и сейчас идем в храм летний, где тоже стоят батареи. Видите, за это мы рассчитались, также мы рассчитались за работу, вот, и приобрели мы, дорогие братья и сестры, вот два котла, которые повешены здесь. Также мы, дорогие братья и сестры, собрали 75 тысяч для того, чтобы сделать тех пасту, он также есть. Вот за работу, которую мы с Вами оплатили, 180 тысяч рублей. Этот человек, который делал здесь отопление, расписка его тоже есть, что деньги, которые мы с Вами были собрали, я все деньги потратил. Также мы подали документы в Мышкин, для того, чтобы они землю, которая находится возле храма, передали безвозмездное пользование. На данном этапе я туда постоянно звоню и постоянно обращаюсь, но они делают это от нас не зависит. Когда они передадут, после этого нам нужно сделать еще один проект, это уже в храме, для того, чтобы подключили газ. Кроме этого, еще нужно будет заплатить за работу, которую будут проводить газ, котла и установка, это все также нужно будет оплатить. Но это все будет делаться только тогда, когда землю передадут на безвозмездное пользование храма Хриславской Ипалии. Также, дорогие братья и сестры, я очень благодарен Матушке Валентине за то, что на протяжении этого целого года она на своей странице взяла такую непосильную ношу, помощь в сборе средств на этот храм. Благодаря ей, ей активность такой большой, мы смогли очень много сделать на этот храм. Я очень благодарен Матушке Валентине за организацию этого всего, его подписчикам и также Юрию Батурину и его подписчикам. В низком плане, сердечно благодарю вас за помощь, без вашей помощи этого всего не было. Матушка, это моя помощница и поддерживала меня во всем. Но так случилось, что она оставила свое творчество, ведь целый год она все делала для этого храма. Физически она уже не может этого все делать, потому что ей сделали операцию в шее, там поставлены пластины. Также у нее очень много крыш в спине, вот, и физически ей нейрохирург в выписке больше трех килограмм и нельзя поднимать. На протяжении этого года она очень сильно физически работала здесь. Сейчас Матушка приболела. Матушка, она уже не может физически ни собирать, ни трудиться в храме. Ей, есть благословение у нее заниматься своим творчеством. И за целый год она написала несколько песен, но их не записала, с них не разучивала, вот, и не пела, не занималась. Потому что все было в храме. И потому, дорогие братья и сестры, Матушка, она должна заниматься тем, что ее Господь наградил. Она должна заниматься своим творчеством, прославлять Бога, Матерь Божию и угодников Божьих. И также ей нужно беречь свое здоровье. Но, Матушке, больше не пишите ни заказ на ее странице, ни за какие-то проблемы в храме. Есть сообщество храма, туда и пишите, если вас интересуют какие-то вопросы. Там выставляются и службы, там и богослужения. Вся информация на этом сайте. Я вышел на Матушковой странице для того, чтобы вам все рассказать ситуацию в храме. И рассказать, что на Матушковой странице больше никаких средств на Охотинский храм Матушка собирать не будет. Спасибо всем Господь.